Всем привет, с вами Priya. Сегодня вскрываем сундучки, надеемся на хороший лут и, конечно же, поговорим о модификаторах предстоящей недели с 24 по 31 октября. Ну что, начнем. Добыча для специализации хмеливар. Надеюсь, упадет двуручное оружие, полезное. Понял, хорошо, спасибо, до свидания. А это не особо... возможно, танку. Так что не особо-то хороший прямо лут. Но, быть может, отсюда что-нибудь прокнут. Рейтинг маловат, 365-е вещи падают, но проки возможны. Невозможны, окей, ладно. Зато вещица добавлена в трансмог, а также я получил 1100 азерита. Это весьма неплохо, на самом деле. Так сказать, тяну азерит со всех возможных вообще вещей, сундуков и всего-всего-всего прочего. Экспедиция еще любимая, как надо отбивать будет. Уууу, веселье такое. Но я думаю, сегодня на стриме после загрузки этого видео я сразу подруглюсь. И локалки я, наверное, оставлю на вечер для своего соло-контента, для расслабления и умиротворения. Побегаю во время эфира, конкретно мифик плюсы. Очень люблю их бегать, особенно с рандомами. Касательно рандомов, прочих ливов и желаний преобразить систему мифик плюс, есть отдельный видосик на канале, вышли недавно. Если вам интересно и вы хотите проявить какую-то активность, то дерзайте. Итак, ДК. Пушка. Да, блядь, я впервые матерюсь на видосе Ютуба. Ну что это за хуйня, блядь? Что это нахуй? Что это, блядь? Ну, что это? Скажите мне, как? Как это называется? Расскажите. Нет, это нормально? Я за монаха, я в гробницу хожу. У меня трясет уже все внутри меня, когда я захожу в гробницу с рандомами. Не падает пушка. Окей, ладно, 370-я упала. И все на этом, до свидания. С рейда не падает, с миф плюсов не падает, сундука не падает. ДК. Твинг. Ну а, с сокетом? Ну без хосты, ну окей. Но она упала. 380-я эквит ДК пушки. Что? Короче, вы знаете, сколько это этим левелов плюсом? 5 единиц. 5. Что, ребят, нравится в эту игру играть дам? Мне тоже. Ну, пойду сейчас чарить ее. Сокет вставлять. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. То есть, прошлая неделя 395-й плащ. Секущая неделя 380-я пуха. Только вот не на того персонажа. Статы хорошие. Ну, для Монг, к примеру. Да. Я, конечно, все ожидал в этой жизни. Но, чтобы настолько все весело было. Я просто не представляю. Хотя, это всего лишь пиксели. Чуть удивляться. Пиксель захотел, выпал. Не захотел, не выпал. Это все не особо резонно для нашего изучения. Модификаторы текущей недели. Это усиливающий, взрывоопасный, тиранический и зараженный до сих пор. Потому что первый сезон мифик плюсов еще идет. Усиливающий модификатор, который при смерти мопца усиливает других различных мопцов. Или босса. Если босс будет спулен в этот момент. Пулем пачки относительно ровные по хп. Ну, мопцов так, 3-10 вполне можно. Потому что модификатор тиранический. Усиление боссов. Смобы не так сильно по танку жарить будут. Ну, и по группе своими различными авоя костами и прочими выкрутасами. Взрывоопасные будут спауниться периодически сферки. И их нужно будет убивать. Если сферку не убить, она будет сносить что-то, по-моему, то ли 30, то ли 50 процентов хпшки для всех участников группы. Также сферу можно лоснуть. А также есть чудесная векаура на счетчик сферок. Все классно работает. Отображается. Вот. И немножко даже сферки подсвечиваются. Я в описании этого недельного вскрытия сундуков скинул видосик с настройкой этой векауры. И вы, посмотрев, прекрасно поймете, как работает эта векаура, почему ее стоит ставить и как она полезна. То есть там уже более подробное рассуждение. Поэтому мигом в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья. Желаю полутать вам хороших пушек для своих мейнов, которые будут вносить нереальнейший дамаг. Ну, просто нереальнейший по мовцам. Двигайте ноги. До скорого. Продолжение следует...